Друзья, всем привет! С вами Виктория. В этом видео я хочу вам рассказать, что я готовлю из переспевших бананов. Я думаю, каждая хозяйка задавалась вопросом, куда же мне деть вот такие почерневшие бананы. Не хочется их кушать просто так, а выкинуть жалко. И я вам предлагаю приготовить очень вкусный десерт вот с такими бананами. Для этого очищаем три банана. В очищенном виде они у меня завесили 250 грамм. И разминаем вилкой в кашицу. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, то приглашаю подписаться. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Затем в миску выбиваем 2 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и 130 грамм сахара. Сахар в этом рецепте можно регулировать по вкусу. Можно добавить намного меньше, так как бананы сами по себе уже сладкие. И все тщательно перемешиваем обычным венчиком или миксером. Это не имеет значения. Делайте как вам удобнее. И затем добавляем пюре бананов. Перемешиваем еще раз. В перемешанную массу добавляем различные добавки. У меня это экстракт ванили, 2 чайные ложечки. Также вместо экстракта ванили можно добавить цедру лимона, ванильный сахар, орехи, сухофрукты, шоколад. И просеиваем 180 грамм муки. Я рекомендую просеивать, чтобы было удобнее перемешивать. Далее просеиваем 30 грамм темного несладкого какао. 30 грамм это примерно 3-4 столовые ложки. И просеиваем 2 чайные ложки разрыхлителя. Если вы пользуетесь содой, то погасите 1 чайную ложечку соды уксусом. И в самом конце добавляем 70 мл растительного масла без запаха. Вместо растительного масла можно добавить растопленное сливочное. И все перемешиваем до однородной консистенции. Перемешиваем так, чтобы не осталось никаких комочков. По консистенции тесто должно получиться примерно как густая сметана. Оно стекает ленточкой с венчика. На данном этапе можно уже поставить разогреваться духовку на 180 градусов. Подготавливаем формочку. Размер моей формы 24 на 15 сантиметров. Смазываю ее растительным маслом и переливаю тесто в форму. Отправляю запекаться тесто в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 30-35 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Пока пирог запекается, приготовим шоколадную глазурь. Для этого я наломала 100 г темного шоколада на кусочки, добавила в него 3 столовые ложки молока и поставила на 30 секунд в микроволновую печь. Перемешала. Шоколадный пирог у меня запекался 35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. И затем сразу еще горячий шоколадный брауни, именно так я называю этот пирог, смазываем шоколадной глазурью. Получается очень сочно, вкусно. Шоколадный брауни – это прекрасное дополнение к чаю или кофе на завтрак, на полдник. Вы только посмотрите, какой прекрасный десерт у нас получился вот из таких уже почерневших бананов. Берите его себе на заметку. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием и до новых встреч! Пока-пока!